После интервью, которое записал Такер с этим маньяком, президентом Российской Федерации, была масса разных оценок. И глава МИД Украины Дмитро Кулеба сказал, что это то же самое, что дать слово в 1944 году Адольфу Гитлеру. Мол, фашистскую Россию надо побеждать, а не распространять ее бредни. И с этим можно согласиться, остается открытым один очень важный вопрос. А в каком году мы находимся, если мерить ситуацию историческими параллелями? Точно 1944 или 1938? По крайней мере, такой вывод можно сделать из хитросплетения избирательной кампании в Соединенных Штатах. Обо всем будем говорить, но сначала у меня для вас важная новость. Все, никакого 9 мая больше нет. Приехал американец, приехал англосакс и сказал россиянам, теперь вы будете праздновать День Победы 9 февраля. День, когда в Москве был Такер Карлсон. Ценежарт. То есть охват колоссальнейший. Официально Путин самый популярный спикер на планете. Это, конечно, говорит о неком прорыве информационной блокады из Запада. Так что 9 февраля, если хотите, можно считать своего рода Днем Победы в информационной войне. Эта семья Скобеевых намекает о том, что они уже победили, и они являются ветеранами этой информационной войны. Значит, это только одно, что их портреты нужно размещать не только в украинских тирах, но и цеплять на палки и ходить 9 февраля в безумном, бессмертном полку. Мне эта идея нравится. Вам подписывайтесь на канал, будем разбираться, что же случилось там в Штатах. Вообще-то получается, что интервью Такера Карлсона, оно во многом, вот эта вот мысль, которая продвигается Путиным, мол, ребята, оставьте нам Украину, мы там всего-то на всего-всех устроим геноцид, а потом мы обязательно договоримся. Так вот эта вот мысль, она в некотором роде находит отклик в словах Дональда Трампа. Потому что он что говорит? Что тот, кто не будет платить за оборону, тот будет растоптан Путиным. Выступая на митинге в Южной Каролине, он рассказал, как угрожал союзникам поощрить Россию к агрессии против них. Мол, если вы не платите взносы в НАТО, то тогда Путин может делать с вами все, что он захочет. Ну а что хочет Путин? Убивать, насиловать. Сначала вынимать стиральные машины, тот, кто сопротивляется, уничтожать. Но в результате этих слов сейчас в Европе произойдет просто колоссальный шухер в прямом смысле этого слова. И увеличение расходов на оборону. Все европейские страны, которые действительно рассчитывали на Соединенные Штаты как главного военного союзника, теперь думают, ё-моё, все сильно изменилось. Но главный вопрос, он для нас, конечно, наша военная помощь. Где она? И что с ней будет? И, внимание, с одной стороны, если считать только заголовки, то получается, Трамп хочет, чтобы США больше не оказывали помощи Украине и другим странам. Он об этом написал в своей суперправдивой социальной сети «Труссошел». Трус – это правда. Ольга Скобеева работает на улице правды. Я ни на что не намекаю, а мы сейчас дойдем до сути. Значит, что написал Дональд? Дональд, мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупыми. Понятно, что это сигнал Южной, Нижней Палате, Палате представителей, что нет, никаких компромиссов не будет, дело не в границе, а дело в Украине и в терках с Владимиром Путиным. Далее он эту мысль вообще-то расширил, выступая на одном из митингов или встреч в рамках своей избирательной кампании. Он сказал, что никакие деньги в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, если это только не делается в виде займа, а не просто передачи средств. Что можно сделать из этого, какой вывод можно сделать из этих слов? Можно расстроиться и потерять веру в Украину. Не надо этого делать. Сестра Лыбит и ее три брата не одобрят. Им тоже было тяжело, когда они основывали Киев и сказали, что здесь будет Украина. Украина, и да, все просто. Украина была, ей будет. Он говорит о деньгах взаимы. И для воюющих государств, к которым относимся мы, в данном случае самое главное – это деньги и оружие, а не условия. А что у нас, какие у нас есть механизмы поставки оружия в долг? Думаем, пишем в комментариях, а я высказываю свое мнение. Вообще-то это ленд-лиз. Хорошая новость в этом безумии американской избирательной компании, что он не говорит «отдайте Украину на растерзание Путину». Он говорит «давайте Украине деньги и оружие в долг». Так ленд-лиз это и предусматривает. Да, там есть разные условия этого пакета, но тем не менее, по факту это в долг. Там есть варианты, которые были в ходе Второй мировой войны. Можно договориться по-другому. Значит, он даже говорит о том, что должны быть эти кредиты беспроцентные, бессрочные, но тем не менее долговые. Ну так это и есть ленд-лиз. Вот правда. Других вариантов можно назвать это по-другому, но смысл именно в этом. Поэтому, конечно, то, что он будет стопорить вот этот военный пакет, это печально. И у нас-то устроят боеприпасы, переданные по любой программе. Ленд-лиз, безвозмездный подарок, подарок в рамках развития демократии, я не знаю, донат в рамках борьбы с тоталитаризмом и желание устроить мир во всем мире. Нам нужны снаряды здесь и сейчас. Ну, по-моему, кажется, это всем очевидно. Мне это очевидно. Вам убежден тоже. Поэтому вот эти формулировки Дональда Трампа, они не безнадежны. Хотя, понятно, они играют в игру, которая называется «изоляция». Изоляция Соединенных Штатов. Он как раз и транслирует в Америке вот этот вот тезис, что мы никому ничего давать не будем, Америка прекрасна и все нам должны. Но жизнь сложней, особенно после выборов. Но пока это реально пересекается с российской пропагандой. Так бывает. Такер Карлсон, потому что он в каждой своей программе рассказывал про то, что современным республиканцам, современным консерваторам в Соединенных Штатах нужен здоровый изоляционизм. Нужно перестать воспринимать и перестать отказываться от позиций гегемонизма, от позиций попыток влияния на все в мире. Тем более, что ясное дело, в американской элите давно уже сложился двухпартийный консенсус на эту тему. Республиканцы и демократы здесь неразличимы. И, кстати говоря, накануне произошло все-таки в Сенате голосование. Вымучили они из себя, ну, пока это в процедурном ключе, 95-миллиардный пакет военной помощи Украине. Да мы уже поняли, что День Победы теперь перенесен с 9 мая на 9 февраля. Тут никаких вопросов нет. Видите, изоляционизм. Им это важно. Америка, уйди с геополитической арены, займись собой. Именно поэтому Раша топит за Трампа. Ну, объективно, мол, это изоляционизм, оставьте нам весь мир, занимайтесь собой, и все у вас будет хорошо. На каком-то этапе мы обязательно сами придем к вам домой. Потому что, если ты отказываешься от лидерства, то этим занимаются другие. И не факт, что они будут строить демократию. Скорее всего, наоборот. Но из хорошего. Значит, российская пропаганда, конечно, они возносят Путина до небес. У них работа такая. Тем более, сейчас растет новое поколение пропагандистов. Такие 30+, которые комментируют ситуацию вообще, как ведущие из телеканала «Футбол». Просто как матч. Здесь всех убили. Бам-бам. Никаких запинок. Говорят, как стреляют из пулемета. Так вот, вроде бы, внешне все хорошо, но вот старая поросль прямо говорит, что таким образом Путин вербует американское общество. Сработает это? Я не уверен. Как и не уверен, что избирательная кампания вот вышла в такую фазу, когда Трамп является стопроцентным победителем выборов. Еще будет много интересного и неожиданного. Но вербовка началась. Путин опытный разведчик. И как разведчик он понимает, что когда ты говоришь с кем-то и хочешь его убедить, то нужно говорить не о себе и своих проблемах и восприятиях, а говорить о том, что важно и ценно для того человека, к которому ты обращаешься. Он дает выбор, четко обозначая, что Россия не ставит своей целью уничтожения Запада. На мой взгляд, это действительно очень серьезная информационная победа. Путин президент мира. Оденьте на них смирительные рубашки. Везде победа. Мы нанесли удар в центр как-то этого сгнившего Запада. Ну да, по факту, получается, они используют западные информационные технологии, чтобы разлагать Запад. Интервью длиной 2 часа было мало вещей, достойных новостных заголовков. И очень много времени уделено ревизионистской российской истории и тому, как Владимир Путин видит такие темы, как война на Украине и оправдание его вторжения. Зря они хоронят заранее. Видите, даже Трамп, он все равно балансирует. Нет, я не пытаюсь найти какое-то оправдание ситуации, что, мол, 100% все будет хорошо, если изберут Трампа. Будет масса рисков. Но наша жизнь, особенно во время войны, это сплошной риск. Я не уверен, что мы можем влиять на выборы американцев. И, если честно, не уверен, что мы должны это делать. Потому что это же демократия. Это странное дело. У них постоянно будут меняться президенты. Будут постоянно меняться составы Конгресса. И сегодня у этих большинство, а потом, может быть, наоборот. И выборы в Конгресс тоже будут. И, например, может так случиться, что большинство в Конгрессе, демократы, имеется в виду в Сенате, потеряют. Но зато у них будет большинство в Палате представителей. Так тоже возможно. Жизнь, она сложна и неоднородна. Россию все сложнее теперь побеждать и в медиапространстве, и в своем же собственном американском медиапространстве. Дело не в такере. Интервью это долго жить не будет. Эту нудятину, сколько бы не было накручено там миллионов просмотров, анализировать и понимать что-то из этого. Ну, едва ли кто-то будет. Они тут про роднека вспоминают. Ну, вот серьезно. Когда ты живешь в 21 столетии, и у тебя там проблемы миграции или еще чего-то, ну, в каждой стране свои тараканы, то когда тебе начинают рассказывать о поляках, которые выдумали украинцев вместе с кем-то, с князьями, то это, ну, просто, просто нудятина, глупость. Я вообще не могу понять, как вот можно продавать на Западе историю тысячелетнюю России в качестве оправдания, что российские детоубийцы бросают бомбы на украинские мирные города. Ну, это едва ли работает. Ответа, почему ты напал на Украину, там же не прозвучало. Там прозвучало такое, потому что мне кажется, ну, Путин объясняет, что нужно украинцев просто ебать, потому что я чувствую себя маньяком великим, и никаких ограничений для меня быть не должно. Вот что имеется в виду. Так, еще скажу несколько слов о том, как отреагировали россияне на назначение командующим вооруженными силами Украины генерала Сырского. Мое мнение такое. Политика политикой, война войной. И президент Украины имеет полномочия менять командующих. Он это и сделал. Я об этом говорил вчера на стриме. Но тут, знаете, какой прикол? Что в некотором роде, вот видно, как ботафермы начинают работать, что Сырский точно плохо, а заложенные точно хорошо. Вывод, выходите на Майдан. Нет, так это не работает. Мы должны понимать одно. Каким будет командующий Сырский, я не знаю. Это его ответственность, у него новая команда. Он несет эту ответственность перед украинским народом. Но российская пропаганда, они будут продвигать вот эту тему, что вот он там из России, народа, что он обязательно будет руководить плохо и так далее. На это вестись не надо. Вопрос не в том, где ты родился. Вопрос в том, что ты делаешь здесь и сейчас. Прямо сейчас на Украине при этом намечается новый Майдан. Рупор экс-президента страны Порошенко призвал выйти на улицы и столицы защищать снятого с поста генерала. Запад кажется на стороне ЗА, а не ЗЕ. Переругайтесь друг с другом, разрушьте ваши связи с вашими партнерами, начните воевать друг с другом внутри страны. И тогда Манничелла и его *** придут и всех уничтожат. Вот о чем они говорят. Что интересно, была заявлена пропаганда российской о российском происхождении сырского. Вообще есть такой термин, как это, американец индийского происхождения. В нашем случае украинец российского происхождения, хотя еще раз, это не имеет никакого значения. Так вот, пропаганда Скобеевы, которые будут на палках во время бессмертного полка в победе в информационной войне ГИГИ, они так не уверены в этом, что месторождение сырского как-то даст им какие-то привилегии. От нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником, который провел на Украине всю жизнь. Об этом рассказал сам Олег Сырский. Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда. Он там всю жизнь. Он там начал службу и продолжает ее. У него там семья. Много лет назад уехал туда, в Украину, в отдельную страну. И вот эта сепарация о том, что Украина — это отдельная страна, чувствуется даже в этих высказываниях. Ну а тут у нас что? У нас у всех свои дома, свои улицы, свои города. И одна страна, за которую, конечно, надо убежать российских оккупантов. За Украину умирать не надо. За нее надо убежать. Это постоянно действующее правило для российских захватчиков на территории Украины. Уйди, лиза. Все же так просто. А все почему? Потому что Украина была и будет. Подписывайтесь, лайкайте это видео, пишите ваши комментарии, ваше мнение. До побачения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...